Добрый день, уважаемые телезрители! Уже свыше года весь мир и наша страна, и все мы ведем борьбу с коронавирусной инфекцией. И сегодня у нас в гостях человек, который стоит на передовых рубежах борьбы с этой тьмой 21 века. Я с удовольствием вам представляю нашего собеседника, вернее нашу собеседницу Мухаммедшину Эмму Ибрагимовну, заместителя главного врача клиники Казанского федерального университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну а с вами журналист Казанского университета Альберт Бигбов. Эмма Ибрагимовна, к сожалению, везде пишут и говорят сейчас о том, что надвигается четвертая волна коронавирусной инфекции, цифры заболеваемости растут каждый день, и мы видим уже, даже по официальным статистическим данным, Россия вышла на рекордный уровень смертности по коронавирусной инфекции, уже зафиксирована день, 852 смерти, вот по вчерашней статистике пришла такая печальная цифра. И говорят, что эта волна будет такой же большой, как предыдущая третья волна. И прогнозируете ли вы, что это будет именно так? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции. Говорить о том, какая это волна третья, четвертая, это все, конечно, условно. У кого-то она третья, у кого-то четвертая, у кого-то, может быть, пятая. В каждом регионе есть свои пики, но на сегодня, конечно, пик четко связан с сезонностью, потому что это сезон ОРВИ, вернулись и приступили к занятиям школьники, студенты, большие организованные коллективы, что, конечно, увеличило во много факторы риска распространения инфекциям. И мы закономерно регистрируем рост новой коронавирусной инфекции, в том числе и сезонного ОРВИ. Има Ибрагимовна, вы связываете это с началом учебного года, так, да? То есть происходит такой процесс, молодежь приносит это домой, то есть сейчас они общаются тесно в аудиториях, в школах, и они приносят инфекцию домой. К сожалению, это фактор неоспоримый, потому что новая коронавирусная инфекция, а мы живем в период пандемии, и это тоже надо учитывать, пандемия, новая коронавирусная инфекция, а значит, четко должны соблюдаться ограничительные ЭПИД правила. Но, к сожалению, наше население, многие мы расслабились, не соблюдается дистанция, ношение масок, правила гигиены, и все это кучность коллективов, ну, плюс наложились, конечно, наши климатические особенности, аномальный сентябрь, холодные температуры, холодные квартиры, непроветриваемые квартиры, все, конечно, это в совокупности на фоне того, что мы еще и имеем изменчивый вирус, привело и мы наблюдаем сегодня рост заболеваемости. И вы прогнозируете, что это будет еще больше? Ну, сейчас мы видим, что рост идет, к сожалению, и, в общем-то, он коррелирует с тем ростом, который был год назад. Да, в ближайшие недели мы прогнозируем рост заболеваемости. Вот вы сказали год назад, давайте сравним ситуацию, которая была год назад и сейчас. Вот тогда мы впервые столкнулись с этим, с таким масштабным ростом заболеваемости, столкнулась медицина наша, и вот к вам такой вопрос, а вот как вы сравниваете эту ситуацию именно с медициной, с мощностями, с кадровым составом, с медикаментами, с, ну, имея в виду госпитальный, коечный фонд, сравнись с ситуацией год и назад. Что произошло за это время? Инфекция и пандемия поставили нас, конечно, в очень сложную ситуацию каждого. Прежде всего, конечно, медицинскую службу страны. Конечно, как только началась инфекция, все медики, всех звеньев столкнулись. Университетская клиника, это многопрофильная клиника с амбулаторной помощью. И, конечно, у всех и у медиков, так же, как и у населения, было много вопросов, непонимания. Очень жесткие пошли эпидограничения, пришлось создавать карантинные зоны, красные зоны, менять маршрутизацию пациентов, менять, разграничивать потоки пациентов. И год назад, ровно в октябре, на фоне того, что мы оказывали население, продолжали оказывать амбулаторную помощь, а это поликлиника наша, это работа с населением, нашего прикрепленного населения, вот к нашей поликлинике на Вишневского, плюс многопрофильная помощь по стационару, кардиологическая, неврологическая, хирургическая, урологическая, гинекологическая, то есть все виды помощи, это неотложная помощь, то есть мы сталкиваться начали с самого начала пандемии с этой инфекцией, и постепенно ее познавали. Но вот год назад, когда был, ну, так скажем, вторая волна была, пик заболеваемости, это было в октябре, тогда было принято решение развернуть на базе университетской клиники, на базе нашего терапевтического корпуса на Шмидта, временный инфекционный госпиталь. Сложная была работа, потому что все уже к этому моменту понимали, тоже был рост заболеваемости, рост тяжелых пациентов, а значит, необходимость кислородной поддержки, это потребовало внести коррективы в оснащение здания, тут, конечно, большая помощь университета, Ильша Травкадыча лично, участие в Министерстве здравоохранения, которое нам тоже передало и аппараты ИВЛ, университетом были закуплены газификаторы, то есть технически очень сложная и дорогая работа была проведена, чтобы обеспечить здание бесперебойно кислородом. Это главное условие функционирования на сегодняшний день инфекционных госпиталей, потому что кислородная поддержка – это первое, что необходимо обеспечить для помощи этой группе пациентов. Конечно, это и медикаменты, не секрет, что в то время это был и дефицит медикаментов, и решили и эту задачу мы совместными усилиями. Были закуплены аппараты для поддержки дыхания, которые позволяли создавать потоки кислорода 20-40-50 литров АРВО. Минздравам были переданы препараты АВЕНТА. К слову хочу сказать, АВЕНТА – отечественные препараты ИВЛ, очень хорошо себя зарекомендовали, и мы рады, что они у нас есть, я думаю, это во всех инфекционных госпиталях, потому что они позволяют не доводить пациента до инвазивной вентиляции, а на маске, на высоком потоке ввести очень тяжелых пациентов и выводить их из тяжелого состояния. Для понимания, если есть точка кислородная, там идет поток от 1 до 15 максимум литров, это у койки пациента. А тяжелая группа пациентов, особенно сейчас, они требуют большой кислородной поддержки. Там необходимы потоки 20-30-40-80 литров в минуту. То есть это очень большие мощности нужны для того, чтобы обеспечивать... Небезопасные мощности. И небезопасные мощности. Поэтому тут большая очень техническая поддержка со стороны университета, это было очень важно. И благодаря этому, благодаря тому, что еще здание развернули, ковид-госпиталь в здании, которое было отремонтировано, там капитальный ремонт проведен, то есть мы технически могли создать зоны красные, зеленые, комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. Отдельная история – это персонал, конечно. Конечно, медики тоже люди, и они тоже столкнулись со страхами, как и обычные обыватели, потому что это было страшно, непонятно, очень заразно, незащищенность, непонятно, как должна быть проведена защита по началу пандемии. То есть протоколы на ходу писали. Да, на ходу протоколы. У нас вот сейчас уже 21 сентября вышли 12-е уже версии клинических рекомендаций российских. Это, конечно, большая помощь для того, чтобы организовать, структурировать работу. Но все это еще и накладывалось на то, что мы собирали специалистов разных специальностей. Конечно, это было по желанию. Директивы, вот пойдете вы в госпиталь, по желанию. И мы создали коллектив, и я благодарна каждому своему сотруднику. Это от младшего персонала, технической службы до врачей, медсестры, врачи, заведующие отделениями. Потому что это врачи разных специальностей. Конечно, терапевтических, рематологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи. Это хирурги, урологи, функциональные диагностики, ну и, конечно, реаниматологи. То есть люди, которые уже много лет ушли в узкий профиль, имеют свою специфику работы, должны были в быстрые сроки перестроиться и уже научиться работать вот с этой группой пациентов. Это сложно, но это прежде всего говорит о том, что есть профессионализм, конечно, наших сотрудников, чисто человеческие, конечно, черты, готовность помогать и работать в таких тяжелых условиях. Это работа круглосуточная, практически иногда и 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть такая непрерывная работа, всегда быть в строю, ну это сложно. Ну и морально сложно, да. Я, наверное, от своего лица и от лица вас, уважаемые телегрители, выражу огромную благодарность вам, потому что вы стоите действительно на фронтовых рубежах борьбы с ковидом. И ваше самопожертвование, и ваша самоотверженность, ваше трудолюбие, оно сейчас действительно очень сильно сдерживает развитие болезни, помогает людям выкарабкаться буквально с того света. И здесь речь идет действительно о тысячах спасенных жизней. Уважаемые телезрители, наши медики показали себя настолько с хорошей стороны во время борьбы с пандемией, что еще раз низкий поклон и огромные слова благодарности от всех нас. Вернемся к болезни. Сейчас мы видим, что резко возросла нагрузка на врачей, потому что пошел вал. И есть даже информация о том, что действительно сейчас болеет... Наши больницы, наши клиники испытывают пиковые загрузки. Пиковые загрузки сейчас идут и в инфекционной больнице, наши новые, в РКБ, в 7-й, народ идет, и у вас такая же картина. Народ идет, идет буквально толпами, заболеваемость очень сильно выросла, и самое страшное, что заболеваемость осложнилась. То есть год назад была одна болезнь, я слышал, вот врачи говорили, год назад была одна болезнь, а сегодня уже она кардинально изменилась и стала другая, стала более тяжелая, быстротечная, с резкими, неожиданными последствиями, осложнениями. Что произошло, Эмма Ибрагимовна? Сама инфекция новая, коронавирусная инфекция, это такой вызов человечеству оказался. В начале пандемии мы не понимали, как так. Так, обычная инфекция, в общем-то, сезонная ОРВИ, коронавирусы известны давно, это один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Но этот вирус оказался очень заразным, контагиозным, то есть очень быстро распространялся. И если действительно в начале пандемии мы радовались тому, что беременные, молодые, они не болеют. Мы вспоминали пандемию 2009 года, свиной грипп, когда очень много было пневмонии, тяжелых пневмоний. И вот у этой группы пациентов, особенно у беременных, очень сложная была тогда тоже ситуация, и с ней тоже сложно справлялись. То в начале пандемии мы вот в прошлом году, полтора года назад видели, к счастью, что не было вовлечения тяжелого вот этой группы пациентов. В основном это были возрастные люди с хроническими заболеваниями. Понятно, что эти факторы риска, возраст старше 75 лет, ожирение, диабет, хронические заболевания. И на сегодня актуальны. И эта группа населения наиболее подвержена тяжелому течению. Но сегодня, к сожалению, такая картина, что и дети, и беременные женщины подвержены, и лица молодого возраста тоже подвержены тяжелому течению этой инфекции. То есть, Сема Ибрагимовна, раньше считалось, что молодые переносят практически бессимптомно. Если болеют, то болеют очень легко. И коронавирус катил, главным образом, пожилое население. То говорят, что сейчас молодые даже практически так же тяжело, как и пожилые переносят. Иногда даже тяжелее, чем пожилые, я даже хочу сказать. Потому что вирус тоже умный. Он, к сожалению, мы, вот эту вот иммунную прослойку, это уже набитая фраза такая, да, часто звучащая. Но на самом деле это реальность, от которой не уйдешь. Вирус умный. Он быстро мутирует. Он ищет свои пути. И он мутирует в сторону контегрозности, то есть более заразности. Мы же знаем уже дельта-штамм, он в полтора-два раза более заразный, контагиозный, чем предыдущие штаммы вируса. И по своему действию, по течению, по развитию болезни, он дает более выраженный запуск воспалительных реакций, каскады вот этих воспалительных, гиперкоагуляционных, которые запускают тяжелое течение болезни. То есть он дает какие-то новые, да, признаки, насколько я понимаю? Ну, новых признаков нет. Он дает быстротечное тяжелое течение. Быстротечное тяжелое течение. По-прежнему актуально и много лиц молодого, особенно возраста, с избыточным весом с ожирением. Но тут есть особенность, потому что жировая ткань, адипоциты, это тоже отдельный орган, это система, это ткань, которая также функционирует, как все системы, и имеет очень высокую иммунологическую активность. И вырабатывает, в жировой ткани вырабатывается и содержится много вот этих вот цитокинов, которые как раз и запускают цитокиновый шторм. И поэтому плюс еще факторы чисто физические, конечно, экскурсии, диафрагмы, тяжело им лежать, чисто физика еще включается, помимо того, что вот эти механизмы иммунные, с которыми очень сложно бороться в плане медикаментозной коррекции, они идут молниеносно, иногда и скоротечно до вообще быстрого очень развития симптомов и ухода, ну, ОРДС, это острый респираторный дистресс-синдром, то есть когда пациент уходит на тяжелую дыхательную поддержку, так скажем так, до аппарата ФВЛ. И то, что такое получается, что вот этот штамм Дельта, который вытеснил сейчас все штаммы по всему миру сейчас, это Дельта, сейчас властелин. И нам говорили о том, что вот вирус, он со временем мутируется, да, конечно, он становится более заразным, но менее тяжелым, потому что эволюция вируса, она должна быть такой, чтобы как можно больше заразить, и в то же время, чтобы его подножный корм, то есть человек, он, ну, меньшими темпами уходил из жизни, то есть становится более заразным, но более легким. И вот мы видим, что действительно жизнь опровергает это представление биологов, и мы видим достаточно тяжелый штамм Дельта. Вы оказались готовы к такому повороту событий? Ну, в течение вот этого года, пока работает инфекционный госпиталь, работа госпиталя не останавливалась ни на один день. Да, был период, когда мы сократили количество коек, было меньше пациентов. Это было в затишье тогда. Да, это было тогда вот в затишье весной, до июля месяца. А в июле уже на полной мощности снова мы развернулись. Конечно, работа и самообразование, и поиск новых решений, и общение с коллегами. Мы ведь в Татарстане выстроены системы оказания помощи. Каким образом? Ну, понятно, амбулаторная помощь, первый удар. Надо сказать, что амбулаторная помощь сейчас перегружена, с очень большой нагрузкой работают доктора, участковые врачи. А помимо этого, им надо ведь выполнять и функции по приему пациентов с другими патологиями, диспансеризации, профосмотры, текущих вопросов, с которыми обычно занимается амбулаторный врач. И здесь большая нагрузка, еще наблюдение за этой категорией пациентов. И в стационаре, в общем-то, тот же самый процесс, он меняется. Мы же говорили рекомендации, уже 12-е вышли рекомендации. Что-то новое появляется, общаемся с коллегами, интернет, вебинары проходят. То есть у вас идет интенсивный обмен опытом? Обмен идет опытом, потому что вирус мутирует, где-то теряется, ускользает ответ на препараты, приходится большие дозы давать препаратов. И вот эта работа, она идет непрерывная. Благодаря тому, что у нас есть научно-клинический центр, руководителем Резванова Альберта Антоновича, главный врач Иван Андреевич Киясов. Мы совместно с ними работаем с самого начала пандемии по изучению тех точек приложения, механизмов, где мы могли бы усилиться, где мы могли бы применить новые методы. И вместе с научно-клиническим центром мы внедрили, и вот сейчас используем в лечении сорбционные методы. Это уже для тяжелых больных используется сорбция, то есть колонки, закопленное оборудование, когда кровь пациента прокручивается через колонки, и тем самым колонки существуют различных классов по пористости, какие молекулы они пропускают. И это позволяет нам в зависимости от вида колонок на цитокиновом шторме физическими методами еще убирать вот эти биологические агенты, которые запускают. Но у тяжелых септических пациентов еще и микробы, вторичную инфекцию забирать. Поэтому мы двигаемся и стараемся идти в ногу со временем, внедрять методики. В принципе, мы одни из первых в Татарстане агентационные методы. И доктора и клинического центра научного, и наш реаниматолог прошли стажировку в Москве. То есть как бы все методы, все, что возможно использовать, и то, что используется в мире, в принципе, мы с этим работаем. Эмма Ибрагимовна, возвращаясь к вашему накопленному опыту, скажите, пожалуйста, какие факторы благоприятствуют тяжелому течению болезни? Вот вы упомянули ожирение. А еще что? Ну, безусловно, возраст остается фактором риска, потому что возраст – это еще и сопутствующее состояние, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь, такая тромбогенная ситуация в анамнезе. Это, конечно, ожирение, сахарный диабет. Ну, надо сказать, вот эти вот проблемы, которые до ковида еще в мире вырисовывались и выносились уже на первый план борьба с ожирением, с сахарным диабетом, потому что колоссальный рост за последние годы заболеваемости именно по диабету и проблема ожирения. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что у этой категории пациентов больше всего сложностей вызывает и лечение новой коронавирусной инфекции, и течение очень тяжелого этих пациентов. Ну, и, конечно, группа пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями, это да, которые сопровождаются иммунодефицитными состояниями. Ну, их очень много, от онкологии до системных иммунных заболеваний. И молодые, опять-таки, получается, не застрахованы тоже? Молодые тоже не застрахованы, молодые тоже дают агрессивный иммунный ответ. Да, там включается защита, но еще есть такое понятие, помимо фенотипа, то есть внешние факторы, да, ожирение, там, раз, полувозраст и так далее, есть еще особенности генотипа, который мы до конца не знаем. И у пациентов, у которого не прогнозируешь даже тяжелого течения, к сожалению, получаем все осложнения новой коронавирусной инфекции, ковид, потому что, по всей видимости, есть еще генетическая предрасположенность, о которой даже не подозревал еще человек, потому что он молодой, у него все компенсировано, у него еще не было проявлений хронических заболеваний каких-то, но вирус вот это все активирует. Но самое страшное, что мы же не знаем, что дальше, но мы вышли из новой коронавирусной инфекции, столкнулся вирус, тяжелое лечение было, а дальше прогнозы-то они ведь еще серьезнее могут быть на будущее. То есть нет гарантии, что не появится новый штамп, более... Конечно, конечно. Если мы уже видим сейчас, что и дети болеют, и беременная женщина, то есть это же наше будущее, это же следующее поколение, это дальше репродуктивная функция. То есть тут масса такой ком, который уже серьезных таких проблем, которые поднимает вот ситуация с ростом инфекции и вопрос о том, что иммунная прослойка должна быть. Эмма Ибрагимовна, вот вы сказали беременную. Вот это тяжелая категория, потому что раньше мы не читали, не слышали, не видели такого массового прихода беременных, именно заболеваемости беременных ковидом год назад была немножко другая ситуация. А сейчас количество беременных с болезнью резко возросло, и это очень сложная категория. Как вы летите, как справляетесь? Ну, у нас в республике помощь беременным, она четко регламентирована, потому что это самая контрольная, так скажем, категория пациентов с инфекцией. Все передовое, все препараты основные, это резерв всегда для беременных, конечно, есть, и помощь основная развернута у нас, конечно, на территории основных провизорных госпиталей. У нас ведь в республике есть провизорные основные госпиталя, которые принимают основной удар на себя, и как бы основной отбор ведут по необходимости оказания помощи. Это инфекционная больница, седьмая городская больница, РКБ. И дальше уже клиники города, в которых развеем-то временные инфекционные госпитали, которые забирают на себя уже из этих основных клиник поступивших пациентов. Поэтому для того, чтобы более четко и контрольно было поставлено работать с этой очень серьезной группой пациентов беременные, конечно, им оказывается помощь в основных провизорных госпиталях, ну и основной удар на РКБ и перинатальный центр падает там, да. Но хотя амбулаторное звено, конечно, весь город в это подключен, вся республика, потому что беременные в стационаре не находятся все это время. Есть легкие формы, есть постковидный период, когда уже дальше амбулаторное звено, участковые врачи, врачи женских консультаций дальше тоже наблюдают. То есть тут вся система здравоохранения включена, ну, в частности, на работу с беременностью, а, в общем-то, на работу со всем населением. Эмма Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос напрашивается. Да, сейчас идет максовая вакцинация. Она уже идет достаточно продолжительное время. И по всей России около 30% уже провакцинировано, пока такие нам цифры дают. К сожалению, сейчас темпы вакцинирования замедлились, но по идее должна была забоеваемость упасть. Тем не менее, мы видим сейчас некое подобие четвертой волны. Почему так? Ну, на самом деле, 30% или около 30-28% это очень мало. Чтобы была здоровая иммунная, так скажем, прослойка, которая бы защитила население человечества, это должно быть, конечно, вообще 80% привитых, вакцинированных людей. То есть, чтобы у нас был коллективный иммунитет 80% всего населения или взрослого? Всего населения. Всего населения. Конечно, всего населения. Тогда мы можем говорить, что да, в массе свое население защищено, и вирус, он будет с нами, он никуда не денется, и он мутирует, к сожалению. Так же, в общем-то, впрочем, как и вирусы гриппа и другие инфекции. Такой очень гибкий оказался вирус в плане мутации и агрессия на человеческий организм. Поэтому, если сейчас этой прослойки не будет, то дальше будет очень сложно с этим бороться. Потому что, если человек переболел или вакцинирован, столкнулся с вирусом, то в организме человека, известно, вырабатываются антитела. Эти антитела могут быть больше, меньше. Но если организм уже один раз встретился и распознал частицу вируса, вот то, что мы прививаем, да, вакцина, то сохраняются Б-лимфоциты памяти, и как только происходит столкновение со следующим вирусом, мутированным вирусом, сразу же включается иммунитет, и начинается снова выработка клеток, которые уже знают эти антитела. То есть иммунный ответ, да? Конечно, включается иммунный ответ, и ответ на новую инфекцию, мутированный другой вирус, он, конечно, уже будет, организм более готов будет. Да, будут проявления болезни, потому что это еще раз, да, зависит от многих факторов, от готовности свертывающей системы, от состояния на сегодняшний день хронических заболеваний. Но многие факторы тут накладываются, от которых мы не застрахованы. Мы же не живем в вакууме, мы все равно встречаемся еще с другими инфекциями. Это же не только новая коронавирусная инфекция, и все. Все остальное тоже так же с нами осталось. Те же сезонные вирусные инфекции, они с нами же остались, ведь остро-респираторная вирусная инфекция – это группа заболеваний, которые вызываются вирусами, но сходно по клинике. Это пять групп вирусов, их всего более 200, то есть это огромное количество. Просто они проявляются по разному степени выраженности, но человек, если даже в легкой форме это проносит, иммунитет уже у него ослаблен, потому что он включил защиту на борьбу с этим вирусом. Если он еще сталкивается с более агрессивным вирусом, конечно, мы получим более тяжелое течение, заболевание. Но пока живет человечество, есть жизнь, будет человек, и будет инфекция. Бактериальная, вирусная. И в плане, мы же знаем проблему еще антибактериальной терапии, идет резистентность, потому что инфекции много, антибиотики изобрели, и мы увидели спад многих инфекций, ну, самый наглядный, там, с ревматизмом справился мир с тропилококковой инфекцией, ну, в свое время, а пенициллины, да, появились. А сейчас мы видим рост резистентности к антибактериальной терапии. Но тут много факторов того, что и инфекция приспосабливается, и человек неконтролируемо начинает использовать эти препараты. Вот, конечно, такая глобальная проблема. Мне, мои коллеги-журналисты, говорят такие вещи, не знаю, правда или нет, они говорят, что госпитализация, когда происходит в тяжелой форме, то там практически нет привитых ранее, ну, вот, кто провакцинировался. То есть тяжелая форма, она как-то обходит тех, кто привился. Так ли это? Правда ли это? Ну, с предыдущим усказанному это действительно так. Мы работаем в ежедневном режиме, принимаем пациентов. Не секрет, привитые тоже попадают пациенты, но у них протекает заболевание легче. Они лучше поддаются терапии. Быстрее включается иммунитет, потому что есть же фазность у заболевания. Есть период, первый, мы знаем, да, 5-7 дней, когда по типу, ну, идет острореспираторная вирусная инфекция, вызванная вот новой коронавирусной инфекцией. Температура, ломота, у кого горло, у кого нос заложен, у кого какие симптомы преобладают. А дальше уже включается вот эта вот фаза иммунной агрессии, цитокиновый шторм, гиперкогуляционный синдром, который во многом определяет тяжесть и течение заболевания. Поэтому, конечно, если человек вакцинирован, то у него же сразу включается защита. И вот эта вот фаза, пока идет острая вирусная, уже антитела свои включаются и начинают нарабатываться, он уже включил защиту. А человек не вакцинированный, вот этот период, он занимает дольшее время, но за это время уже успевает развернуться весь каскад. Каскад очень сложный. Да, мы сегодня до молекул знаем, какие там цитокины выходят из каждой клетки. Есть генноинженерные препараты, которые могут блокировать те или иные цитокины, но это очень дорогие препараты. Очень тонкая работа, да. И очень индивидуально мы поймать, какие именно цитокины вышли. Да, наиболее известны интерлекины 6, но их очень много. И они все активизируются при системном воспалении. Поэтому, да, те, кто вакцинирован, попадают, но протекает у них заболевание легче. Мало того, я хочу сказать, что во время обходов, когда мы осматриваем, разговариваем, мы просто благодарим пациентов, что они успели привиться. И та инфекция, с которой бы они встретились, но без вакцины протекало бы у них, к сожалению, может быть и с фатальным исходом. Вот, уважаемые телезрители, весомый и, можно сказать, железобетонный аргумент в пользу вакцинации. Вам врач открыто говорит о своем опыте и говорит о том, что те, кто провакцинировался, они в дальнейшем, даже если получилась болезнь, она протекает у них гораздо легче. Поэтому и я, и Эмма Ибрагимовна, и все врачи, и наш Казанский федеральный университет, вас призываем, пожалуйста, вакцинируйтесь, застрахуйте свою жизнь и свое здоровье. Если бы можно было, да, я бы вот еще добавила и обратилась бы. Да, здоровье каждого человека в своих руках, но мы должны еще каждый понимать, что это ответственность не только за наше здоровье. Рядом с нами находятся наши близкие, родители, престарелые родственники, дальние, близкие, просто близкие люди, дети, родственники с хроническими заболеваниями, коллеги ваши, которые тоже могут страдать какими-то хроническими заболеваниями, не обязательно вы об этом можете знать. И даже являясь носителем или пронося инфекцию в легкой форме, вы можете принести, к сожалению, эту инфекцию вот этой еще категории пациентов. И поэтому вакцинация сегодня актуальна. И дальше мы не знаем, как вирус себя поведет. Вирус достаточно агрессивный, мутирует быстро, и поэтому это не призыв даже, а просто просьба ко всем услышать и вакцинация, и вот эти вот, я по-другому это не могу сказать, глупости, которые идут в социальных сетях, которые были, особенно в начале. Да, они и сейчас во все. Да, и сейчас, но вакцину изобрели не сегодня. Это не изобретение вот сегодняшнего дня. Вакцину спасла человечество от многих пандемий, от многих серьезных вирусных и тяжелых заболеваний. Поэтому сегодня это реальность. И для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы сохранить здоровье свое и своих близких, надо вакцинироваться. Вот поговорим о такой неприятной, на мой взгляд, когорте людей, как антиваксеры. Вот то, что всего по всей России пока 30, около 30% условно провакцинировано, а для коллективного иммунитета желательно, чтобы эта цифра как минимум в два раза была увеличена. Но вакцинация сейчас идет ни шатка, ни валка. К сожалению, да. И мы видим сайты, соцсети, на нас постоянно вываливают каждый день информация о том, что прививки вредны, они ничего не дают. Вакцинация, вот там постоянно такой рефрен, вот человек провакцинировался, а через неделю умер. Там им через две, это самая популярная такая, вот это самая популярная такая страшилка. Дошло до того, что в некоторых государствах, например, в Италии, уже блокируют эти сайты и эти каналы, которых там по 40-50 тысяч подписчиков, их тупо блокирует государство. Но пока у нас вот такие люди есть, вот что ими движет, я не понимаю, Эмма Ибрагимовна. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас такое мощное оказалось, такая мощная дремучесть, можно ее так выразиться, и агрессивность населения казалось бы очевидным и казалось бы неопровержимым вещам. Вот вы говорите, называете факты, они свидетельствуются о том, что надо вакцинироваться, а люди не идут. Почему так происходит? Ну, я думаю, это такая многофакторная, социальная еще причина в этом. Конечно, мы живем в век информатизации, доступности информации, теперь много очень этих сайтов, соцсетей, где уже каждый совершенно не владеющий даже ситуацией информации, не знающий глубину вопроса, просто для того, чтобы поймать какую-то волну, популярность, хайп, начинают вот эти вирусные, ну, как по-другому их назвать, выкладывать ролики, и тем самым привлекая на себя внимание. Да, мы столкнулись с пандемией, да, для всех это была неожиданность, потому что, ну, не готовы мы были к этому никто, и плюс еще это привело к тому, чего раньше вообще не видан, да, по всему миру пошли локдауны, изоляция, домашний режим, конечно, психологически не все к этому были готовы, это понятно, и, наверное, я думаю, и это тоже сыграло свою роль, потому что все же по-разному реагируют на стрессовую ситуацию, кто-то уходит в себя, кто-то агрессивно ищет пути защиты, кто-то, наоборот, включает негатив и не может выйти из этого канала негатива, и никак. Но, к сожалению, люди, которые попадают негативные к прививкам и заболевают тяжело, я хочу сказать, что когда они попадают и доходят до реанимационной койки, к сожалению, очень много, и мнение свое они кардинально меняют, потому что, ну, не дай бог столкнуться никому с такой тяжелой ситуацией, с таким тяжелым течением, но такая вот, к сожалению, такая деформация психологическая общественная существует, и я думаю, надо включить уже всем разумом и понимать, что жизнь одна, и жизнь наших близких тоже одна, и надо нам сохранить. И получается сейчас именно от этой прослойки населения, которое не доверяет именно, и зависит, что вот эта болезнь, она будет еще так же бушевать, будут волны, да, ведь опять там пятая, шестая, седьмая, если так у нас все пойдет. К сожалению, да. Это же отнимает еще и много ресурсов, это нас отвлекает от других серьезных проблем здравоохранения, здоровья человека, в общем-то, в глобальном смысле, на которые можно было бы потратить эти ресурсы. Конечно, да. А в отношении того, что вредна вакцина, не вредна, ну, нету небезобидного препарата. Даже если вы возьмете гомеопатию, какие-то фитотерапии, и эти травы, и гомеопатические препараты, как будто бы и самые безобидные витамины тоже могут дать аллергические реакции, тоже могут дать какое-то воздействие индивидуально на функцию печени, почек, кроветворения и так далее. С этим мы постоянно сталкиваемся. Ну, поэтому, кроме как глупостью о том, что вот говорят, что там от вакцины развивается там аллергия или какое-то там заболевание, ну, по-другому не назовешь. Ну, так устроим мы не роботы, и каждый организм индивидуален. Где, в каком звене все тонко очень устроено, где происходит сбой, очень сложно сказать. Конечно, да, есть и люди, которые получат аллергические реакции, но так устроен человек. Поэтому нужна и медицина, нужны и врачи. Поэтому все находится в развитии, мы постоянно изучаем, и скажем, что же там молекулярно происходит, как этого всего избежать. Ну, это такой вызов, это инфекция и вся эта ситуация. И поэтому тут говорить о вреде вакцины, это, конечно, совершенно не имеет почвы никакой. Эмма Ибрагимовна, вот сейчас началась компания уже не то, что по вакцинации, она по вакцинации продолжается, но сейчас уже компания началась по ревакцинации. И тоже есть на эту тему определенные тоже уже свои антиваксеры. Они говорят, что ревакцинироваться не надо, то какой-то там авторитетный журнал Lancet написал статью, что ревакцинация, она не нужна. И люди, которые переболели или вакцинировались, они говорят, у меня достаточно уже иммунный ответ, как бы будет приготовлен для новой, если я заболею. И вакцинация провакцинировалась, все достаточно, ревакцинироваться уже не буду. Ваш совет. Ревакцинация нужна? В отношении ревакцинации, я бы все-таки вот этот контекст отношения к этому термину поменяла. Все-таки есть вакцинация, вакцинация, и она показана. И есть повторная вакцинация, и она тоже показана. Она показана лицам, перенесшим новую инфекцию через 6 месяцев. Она показана лицам, которые ранее были вакцинированы, но имеют хронические заболевания, сниженный иммунитет. Это такой индивидуальный подход. Сегодня все-таки во главе угла сама вакцинация. И надо вакцинироваться. Прежде всего, вакцинироваться тем, кто не прошел вакцинацию. И ревакцинироваться тем? Ревакцинироваться. Но на сегодня, ну, статьи, да, появились, но они какой-то доказательной базы не имеют. Это пока рассуждение. Но и вирус новый. Мы многое познаем по мере того, как боль. И мы понимаем, что сейчас, на сегодняшнем этапе, мы столкнулись с новыми мутациями вируса, которые гораздо агрессивнее, и с которыми, наверное, сложнее будет потом сталкиваться. Поэтому на сегодня, да, наверное, пройдет время, и мы получим иммунную прослойку, и организм начнет справляться с этим вирусом, и мы научимся вовремя где-то вылавливать те точки контрольные, где мы можем воздействовать на течение болезни. Но более точечно уже, уже опыт накапливается большой в мире. И это станет сезонной инфекцией, и мы будем вакцинироваться, в общем, при гриппе же, эпидемиологи, вирусологи, они прогнозируют, какой будет в следующем сезоне штамм вируса. И от этого запускается в оборот вакцина, и начинается вакцинация населения тем или иным типом вакцины. Мы придем к этому же, вакцины продолжают разрабатываться, новым штаммом, конечно, совершенствоваться, но сейчас в условиях того, что мы находимся, вот на передовой все находимся, в условиях столкнувшейся вызовом человечеству миру с пандемией, надо действовать пошагово. Сейчас есть вакцина, она эффективна. Тут уже неоспоримый этот факт. То есть уже и клинические испытания, и... И клинические испытания, и мы уже видим, что привитое население, если даже заражается, легче переносит эту инфекцию. То есть уже много факторов, говорящих о том, что вакцинация, ну, даже для скептиков, я думаю, уже достаточно доводов для того, чтобы уже они склонились в сторону вакцинации. То есть вы интересно и правильно смещаете акцент, что ревакцинация – это повторная вакцинация. Да. А не какое-то там новое, что-то новое. Вот «Спутник лайт» – это что-то какое-то новое, говорят нам вакцины в этих сетях, в соцсетях и прочее. Но есть совершенно четкий ответ, что это первый компонент «Спутника». Да. Мы усиливаем заложенный уже иммунный ответ в ревакцинации, проще говоря. И такие периодические вакцинации, они будут поддерживать именно тот достаточный уровень антител, который не всегда гарантирован, даже если переболел. Да. И поэтому тоже ваш совет, все-таки, даже те, кто переболел и думают, что у них антитела на всю жизнь или на ближайшее время, все равно через какое-то время по медицинским показаниям Медицинским показаниям, да. Пройти именно вот эту процедуру ревакцинации. Потому что перенесшие ковид в тяжелой форме, они, конечно, могут иметь еще последствия, какие-то хронические составляющие, поэтому тут всегда надо, конечно, все это обсудить с врачом. И еще такой вопрос. Вот ваш, я уже спрашивал, действительно прогноз на будущее течение болезни, на то, вот сейчас, четвертая волна. Когда вообще это все закончится? Скажите нам, пожалуйста. Мы сами задаемся все этим вопросом, потому что морально, физически, психологически, и, конечно, все устали от этой постоянной напряженной ситуации. Но, я думаю, это уже станет сезонной инфекцией. Тут уже никуда мы от этого нового вируса не денемся. Это станет новой инфекцией. Наша иммунная система уже встретится у каждого с тем или иным вирусом, штаммом, разновидностью этого вируса. Плюс мы получим вакцину. И дальше, как и течение любых инфекций, также при гриппе, да, тяжелые были мутации, формы с известными, да, с пандемиями. Дальше организм человека находил уже противодействие вирусу. Но для этого мы должны в своей массе встретиться все-таки с этим антигеном. И сформировать так называемый коллективный иммунитет. Вот, уважаемые телезрители, как мы видим, все в наших руках. И вполне нам по силам все это прекратить и остановить. Надо просто быть сознательным, вакцинироваться, ревакцинироваться, беречься, соблюдать социальную дистанцию. И тогда наши уважаемые врачи вдохнут более свободно и бросят свои силы на борьбу с другими, не менее опасными болезнями. И на этом утверждение я завершаю сегодняшнюю нашу очень познавательную передачу. И в очередной раз, вернее я повторяюсь, я еще раз хочу поблагодарить нашу гостю за вот этот самоотверженный труд, за то, как медики у нас практически на линии фронта сейчас работают и спасают жизни многих и многих. Сегодня у нас в гостях была Эмма Ибрагимовна Мухамедшина, заместитель главного врача клиники Казанского федерального университета. А с вами был журналист КФУ Альберт Бекбов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова